Вообще отношение к велосипедам поменялось. Было круто на машине ездить. Да, на джипе. В наши дни с Бумером, вот где-то, от утром раз съезд с велосипедом. Если у тебя был велосипед, тогда ты сразу первый парень в деревне. Это бывшая фабрика велосипедов Густава Эренпрейса. Внутри никогда не был. Главное, эти узлы и геометрия, как бы, принципы сохранить. Это новый велосипед, новые материалы, новые технические решения, как бы. Делали два велосипеда для президента Франции, Макрона и его жены. Портрет на стене смотрят. Да, да, да. Ну, как ты думаешь, ему бы понравилось? Не знаю. Во-первых, велосипеды. Идея жива осталась. Здание, завод не остался, а идея осталась. Легенда. Это даже больше, чем пустое здание. Добрый день, это программа «Балтия». Меня зовут Мария Андреева. И в этом выпуске я хочу рассказать вам о семейных легендах, а точнее об одной семье и многих легендах, которые с этой семьей связаны. Сто лет назад молодой инженер, изобретатель и конструктор Густав Эренпрейс открыла в Риге фабрику велосипедов. И это была не просто фабрика, а настоящая велосипедная империя. На велосипедах марки Эренпрейс без преувеличения каталась вся Балтия и вся Восточная Европа. Вторая мировая война, потери независимости, национализация – все разрушили. Казалось, на этом история семьи велосипедов Эренпрейс закончится. Но вот спустя 70 лет молодой студент Томс Эренпрейс неожиданно для всех и самого себя продолжил дело своего предка. Он возродил и легендарные велосипеды, и имя своей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Томс Эренпрейс. Я руководитель велосипедной мастерской Эренпрейс. Субтитры создавал DimaTorzok Я был студент философий, и я работал официантом. Свой первый капитал и так и зарабатывал, чтобы начать мастерскую. Субтитры создавал DimaTorzok Все время я хотел своим руками работать. Все свое свободное время я отца в гараже проводил. Субтитры создавал DimaTorzok В 2006 году я с друзьями придумали начать веломастерскую. Мы начали именно с этих велосипедов. Субтитры создавал DimaTorzok Мировой войны. Это 20-30 лет производили в Латвии. В Риге большинство. Эренпрейс, Лозулны, Слиперц, Латвелло и другие. И именно из этих велосипедов, смотря как хорошо они сделаны, очень высококачественно велосипеду 70 лет. И до сих пор можно его использовать и ехать. Например, здесь уже законченный проект. Уже много лет обратно, когда все в полной реконструкции. Когда все эти орнаменты, все надписи снова поставлены. Так мы тоже делаем. Но большие ценности такого велосипеда, который сохранившись тут. Потому что это уже больше не копия, а это все оригинально. Это тоже хорошо сохранившись. Велосипед. Да, после консервации. Ну, 1938 год. Это у клиента бабушки, велосипед. Он так и с семьей сохранился. Мы сняли всю жавчину и сделали консервацию. Реставрировали реку. Еще здесь очень хороший эмблем остался. По технически он простой, да. Но он просто из хороших материалов. Стали, это шведский шталь, да. Все просто качественно сделано. Мы с друзьями ехали по Латвии и искали этих старинных велосипедов. И начали учиться реставрацию именно на этих старинных велосипедах. Это главное в философии сохранить, если есть что сохранить. Большинство из этих старинных велосипедов происходит уже два-три раза перекрашены. Это большая редкость, сохранив все старинные надписи, старинные орнаменты, линии. Наше задание это все сохранить. Это был такой Густавс Эренпрейс. В начале 20 века он учился в мастерскую, как делать велосипеды. Это был где-то в 1910 году. Густав Эренпрейс – брат мою му прадедушку. В 1927 году он начал производство свою фабрику велосипедов. И до 1939 года он стал самым большим производителем Балтии, региона Латвии. Даже 70% рынка – это был Эренпрейс велосипеды. В 20-30-х лет очень популярный был трек, и он делал трековые велосипеды. И очень хорошие. Советская сборная после войны использовала велосипеды Эренпрейса именно. Потому что это не так хорошо сделано. Даже я нашел где-то до 50-х лет сборная в России использовала трековые велосипеды Эренпрейса. Здесь еще велосипеды ждут в свою очередь. Ух ты! Да. Здесь как бы наш черный уголчик, где мы все шлифуем и делаем. Ничего себе! Да. Здесь шлифуем и делаем. Здесь детали. Да, где мы все эти маленькие детали по правильным местам поставили. Вот здесь про эмблемы говорил, да? Большинство они такие, сохранившиеся. После войны завод Густава Эренпрейс национализировали и назвали «Красная звезда». И в начале, уже до 60-х лет делали велосипеды. И потом перешли делать, производить мопеди. Рига, Стелла, Делта. Нам стараемся. Лаби. 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 Том, а ты каждое утро отводишь дочку в садик? Ну, не каждый, но стараюсь. На велосипеде учил сам кататься? Да. Дочка даже сама спрашивает, что хочет езжать на велосипеде на садике. А расстояние какое получается? Где-то десять километров или меньше, нет. Семь. Ну да, тоже прилично. Нормально. Это как бы нормальная дистанция в одном стороне. Сначала я открыл мастерскую про велоремонт и рестаурации. И только потом, спустя семь лет, мы начали производить новых РМП велосипедов. В первые 20-30 лет в РМП велосипеде собирали и сделали презентацию. На презентацию в 2012 году я думаю, что все журналисты пришли, все медиа. Тоже очень неожиданно. Для меня персонально это было ужасно. Но я прошел это тоже. И ты можешь производить все, что угодно, но очень важно это продать. РМП велосипедов Один из наших хороших клиентов Реннард Калперс из группы Брэйнстарм. Он тоже ездит с нашими велосипедами. Даже на первых презентациях он был и патриот наших производителей. Главное, эти узлы и геометрия, как бы, в принципе, сохранить. Это новый велосипед, новые материалы, новые технические решения, как бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь, как бы, в мастерской собираем велосипеды, которые я нарисовал. И я сам очень смотрю качество. И тогда эти детали для нас производят. И здесь мы собираемся вместе, покрашиваем. И тогда клиент получает этот велосипед. Наши дни надо глобально думать, чтобы я смог конкурировать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Городской велосипедный citybird, как его называют. Городская птичка. Городская птичка, которая такой... Это уже Густав, например, такой более комфортный, чтобы немедленно, а так спокойно ехать. Это уже более динамичный, который ты уже немножко наперед сидишь на его. И очень динамично и эффективно можешь проехать на него. Здесь у нас велосипед Паула. У нас большой бестселлер. Эта рама сделана под геометрией 38-го года прошлого века. Густав с геометрией, а остальное уже модернизировано и сделано, как в наши дни. Семь-скоростная стулка, алюминиевые педали, передняя тулка, тормозы тоже внутри тулки. Портрет на стене смотрят. Как ты думаешь, ему понравилось? Не знаю. Результат понравился, я думаю, что да. Но это как? Что это ему наши дни? Я знаю, что он очень консервативный был. Консервативный, да? Да. Я не знаю, он смог пережить эту глобализацию. И все, как в наши дни, с бумером фотка делают. А тот раз все с велосипедом. Если у тебя был велосипед, тогда ты сразу первый парень в деревне, да? СМЕХ 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 Только в делах этих велосипедов я много узнал про историю семьи. Познакомился с детями Густавса. Две дня живет здесь, в Риге. Они вернулись. Сын Юрия и дочь Майя. И еще одна дочь живет в Англии. И все дали мне свое разрешение, свое благословение, чтобы я смог где-то имя использовать и делать это дальше. НЕМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok В прошлом году, в августе, звонили из канцеля президента Латвии и спрашивали, есть ли возможность сделать два велосипеда для подарка. Еще не рассказывали, какой подарок. Я же говорю, что, конечно, можно. Очень секретно, в последний момент, сделали два велосипеда для президента Франции Макрона и его жены. Это тоже неожиданный ажиотаж. Субтитры создавал DimaTorzok Твидавай заезд. Это такое, по-английски, твидран. Это началось в 2009 году в Лондон и пошел такой по всем мире. Это парад велосипедов, когда мы показываем, что это так шикарно и круто ехать на велосипедах. Субтитры создавал DimaTorzok Это бывшая фабрика велосипедов Густава Эренпрейса. Внутри никогда не был и в семье тоже такое чувство, что там немного про это все говорит, потому что Красная Армия пришла и все национализировала. А потом еще, когда семья вернулись из Германии обратно и они были очень наивные, а здесь были 90-е, очень так как бы получили и обратно. Тогда приватизация семью обкрутила через пальцы. Настоятельно, чтобы они продали за малые деньги, символичные, как бы все там. Самых исторических сейчас они снесли. Здесь было первое здание, первые заводы. Это только в 1938 году построили. Во-первых, велосипеды, идея жива осталась. Здание, завод не остался, а идея осталась, легенда. Это даже больше, чем пустое здание. Очень плоский город и вообще-то места хватает для всех. Говоря о дружественном городе, да? Вообще отношение к велосипеду поменялось. Статус, статус. Сейчас как бы даже стильнее, если как бы ехать на велосипеде. Мне нужно 20 лет обратно было. Было круто на машине ездить. Да, на джипе. Да. А велик не был для бедных людей, наверное. Ну да, сейчас это совершенно не так. О, тут поставили, знаете, тоже столбики. Ничего себе. Ну да. Ну да. Но не все сразу, видимо. Могу все время смотреть спиной, как Густав с этого делал. И это тоже есть, как бы, много параллельниц. И до сих пор ты не Густавс и ты Том. Это большая ответственность. Да. О этом все время надо думать. И даже это кодировано в самом имя. Это как бы Эрон Прайс. Твоя приз. Твоя честь. Приехали. Клево. Мне понравилось. Вот уж действительно, от судьбы не уйдешь. Томс Эрон Прайс хотел быть философом, а стал велоконструктором. И сегодня Эрон Прайс не просто культовый бренд, а имя нарицательное. Как мы по привычке любой автомобиль-внедорожник называем джипом, так и в Латвии любой классический городской велосипед называют Эрон Прайс. Это была программа Балтия. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok